МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер программы – кафе «Хинкальное», Уфа. Вот мы сейчас заговорили об инновациях в образовании, но вот вспомним советское образование, да, оно очень ценилось, оно было очень известным, оно гремело на весь мир. И сейчас наши вузы, к сожалению, не входят, я не знаю, а в топ-50 лучших мировых вузов. Вот нет ли, ну, я не знаю, нежелания, конечно же, вернуться туда, но вот как вы думаете, когда-нибудь государство сейчас, уделяя такое пристальное внимание сфере образования, вот через сколько лет вернется эта слава вообще в России, что у нас серьезное и такое фундаментальное образование, а не только там Америка и Англия? Фундаментальное образование советское, ведь оно ценилось в большей степени, Евгения, не в качестве, не в сфере даже гуманитарии, а больше технической. У нас были великолепные инженеры, у нас была замечательная физико-математическая школа. Школа имеется в виду не школа, как образовательная школа, да, как сфера деятельности. Откуда это шло? Шло, опять же, от советской школы уже общеобразовательной. Было очень серьезное, уделено внимание обучению, естественно, научным предметам, математике. Вот вспомните, когда мы учились, алгебра – это как минимум 3-4 часа в неделю, геометрия – как минимум 3-4 часа в неделю. Черчение у нас был предмет, мы чертить умели все. Но черчение сейчас реализуется в рамках ИЗО. Где реализуется, а где нет. Стандарты, к сожалению, вот сейчас не предполагают, чтобы обязательно закладывали сосну. А как можно инженера вообще сформировать, если у него нет азов черчения? Поэтому, чтобы инженерное образование, о чем говорит и наш президент России, да, инженерное образование вышло хотя бы на уровень советского периода, надо кардинально изменить систему общего образования. Школу надо изменить. Надо больше уделять внимание именно естественным наукам, физико-математическим наукам. Недавно анализировал учебный план одной из стандартных, обычных школ, уфимских школ. Посчитал количество часов, которые выделяются на именно языковые предметы. Русский язык, литература, родной язык, литература, иностранные языки. 32 часа объем нагрузки недели. Вы знаете, сколько уходит на языковую только филологическую подготовку? 17 часов. Больше половины. И оставшиеся 15 часов у нас распределяются. 3 часа на физкультуру уже минусовали. Музыку и ЗО минусовали. И вот эта вот малая часть остается у нас на химию, географию. Еще не забывайте, есть история, гуманитарный предмет, да? Остается на физику, математику, химию, биологию. Ну, какие инженеры после этого могут быть? Это будет как-то меняться ситуация? Или это решается? Это решается директором школы. Директор школы должен начинать понимать, что хватит заниматься только филологическим аспектом. Да, безусловно, литературу надо знать. Может быть, надо как раньше? Министерство спустило всем? И а-та-та. Да. И распределило часы, чтобы были и математики, и гуманитарии, и физики, и химики. Может быть, и такой формат возможен, но тогда мы, Евгений, потеряем все основы демократического государства. Ну, тут палка всегда от двух концов. Да, да, от двух концов. Скажите, о каких еще новинках, инновациях вообще в системе образования, в школах можно говорить? Я знаю, что сегодня появляются современные, роскошные, мега дорогие школы с интерактивными досками, бассейнами, спортивными залами и так далее, и так далее. Я вообще завидую нынешним ученикам, которые попадают в новые школы. Именно в новые школы. Их у нас достаточно много строится. Какой бюджет государство тратит, чтобы построить такую... Ну, в этом году федерация выделила на все субъекты 25 миллиардов рублей на строительство новой школы. Нет, если мы говорим о 25 миллиардов, это такая, знаете, прям какая-то непонятная цифра. Вот если мы говорим о строительстве одной такой школы... Одна такая школа, ну, к примеру, школа в Деме на 825 мест, она обошлась бюджетом порядка 770 миллионов рублей. Дорого. Очень. Дорого. Но, наверное, государство будет то развиваться, которое вкладывает в образование деньги. Скажите, сегодня открывается очень много частных школ, детских садов. Вот вы что думаете о частных школах и о государственных? Вот плюсы, минусы. Как вообще к этому относитесь? Плюсы, минусы. Ну, начнем с садов все-таки, да, детских садов. Дошкольные учреждения, ну, практически каждое, я знаю, в свое время я их пестовал и сейчас продолжаю. Частные сады, чем хороши от муниципальных? Не скрываем, в общем-то, все это прекрасно знают, наши муниципальные садики перегружены. Детей там больше, чем позволяют санитарные нормы. Как это происходит? Я знаю ситуацию, что в некоторых детских садах, в хороших, государственных, по списку, до 50 детей. Но санпином не положено это делать. Нет, не положено. Как? Как берут? Кто виноват? Ну, кто виноват? Этим вопросом с 19 века задаемся, и пока ответа нет. Дети должны быть обеспечены садиками? Понятно. То есть это закон, чтобы родители не ставили в очередь, и все. Должны обеспечены быть детскими садами. В детских садах количество не увеличилось, поэтому, соответственно, увеличились... Не могу сказать, что не увеличилось. Садиков мы достаточно много. Ну, я имею в виду пропорционально не увеличилось. Пропорционально, да. Но частные сады чем хороши? Контингент воспитанников в разы меньше. Количество воспитателей больше. Ну, вот в муниципальном садике у нас воспитатель до обеда работает, вторая после обеда пришла. Здесь же на протяжении всего дня как минимум один воспитатель один работает. Вот вы считаете, это хорошо или плохо? Вот я сейчас столкнулась с такой ситуацией, родители говорят, ну, вы знаете, в государственных там с утра до обеда, я говорю, это же отлично, когда воспитатель с тобой целый день, да, он знает все о ребенке. А не так, я помню, как я ходила в детский сад, варежки потеряли, ой, не знаю, это была первая смена. Это была первая смена, не отменяя. И друг на друга все перекладывают. Это называется у семи нянек дитя без глаз. Поэтому в этом плане, конечно же, лучше, чтобы всегда педагог один ответственный за ребенка. Еще один плюс частных дошкольных учреждений – больший формат и больший спектр дополнительных образовательных услуг. Ребенок более подготовлен к обучению в школе. Более раскован, более, наверное, социализован. То есть для него не составляет сложности участвовать как в образовательной деятельности, так и в общественной, придя в школу. Ну, минусы, они тоже налицо. Дороговизна. Дороговизна? Ну, конечно. Вы знаете, я недавно как мама сидела и подсчитывала затраты на ребенка, если он у меня сидит дома. Да. Если он у меня ест, как он любит есть, да, там, ну, нужна либо помощница, либо няня, либо я должна не работать, там, стоимость моего рабочего дня условно. Плюс доп. Занятия, секции, возить, бензин. Ну, вот так вот села, все посчитала. И что-то у меня получилось, что детский сад, ну, вот на то, на то и выходит. То есть, там, 20 тысяч рублей примерно, там, детские сады со всеми доп. занятиями, примерно такие же затраты выходят на ребенка. Вот, если уж говорить о всех доп. занятиях. Нет? Ну, у каждого свой бюджет. У кого-то 20 тысяч, у кого-то, конечно, гораздо меньше. Но частные дошкольные учреждения пока, наверное, не по карман всем жителям. В частном садике это уже включено в стоимость и питание. Это включено дополнительное занятие. Потом в муниципальном садике во сколько вы должны забрать ребенка? Не дай бог вы после шести там, а-та-та, уже воспитатель. Да, 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 уже воспитатель. Здесь же дается возможность приводить ребенка уже в половину восьмого. И за ребенком уже уход, присмотр. И ребенок может оставаться и до восьми вечера. Для людей, сильно занятых на службе и не имеющих возможности в шесть часов забрать ребенка, это вариант. Когда у ребенка создаются такие условия, что он не может постоянно находиться в школе, то надо ходить. То есть кому нужны какие-то уникальные условия по времени обучения или по каким-то специфическим моментам, которых нет в муниципальной школе, то лучше обратиться в частную, да? Да. Скажите, по поводу частной школы. Я сейчас не буду называть те крутые государственные школы, которые у нас есть в городе, но ходят слухи, я общаюсь со многими родителями, что такие наши известные школы изначально сажают детей на репетиторство. У них в классе там 35-40 детей, они говорят, ваш ребенок не справляется, вот вам платное репетиторство, вы должны там, там, там заниматься. И в результате родители тех самых известных школ говорят, боже, нам обходится школа дороже, чем частная, потому что у нас репетиторы встают нам в такую кофеечку. Вот вы как это прокомментируете? Ну, я хочу сказать, что это... Или директор школы, опять-таки, он так... Это легализация, легализация нетрудовых доходов. Это абсолютно незаконно, за это вообще надо привлекать к ответственности таких учителей и директоров школы, которые приводят к такому состоянию. Я думаю, что они легально оформили индивидуальное предпринимательство. Ну, вот это, да. Тут по закону к ним, ну, не подкопаешься. Но ведь бывают ситуации, когда специально вынуждают еще, занижая оценки для ребенка, создавая ему психологически дискомфортные условия в классе, и начинают предлагать родителям, у вас ребенок замечательный, но он вот пока, да, не дотягивает. А вот если вы к Марии Ивановне будете ходить из соседней школы, с которой у нее там какие-то отношения, да, то у вас все будет сразу замечательно. Но вы же понимаете, что это очень часто случается сегодня в жизни. Как с этим бороться? Никак? Бороться? Бороться должны, наверное, все органы, в том числе и наши. Но в первую очередь здесь не надо бояться родителям. А родители будут бояться? Конечно. Да, что вот моего ребенка замордует, если я сейчас СОРСБ вынесу. Так и заканчивает 11 классов, не выносит СОРСБ. Он платит, 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 он фактически поощряет систему. Коррупция откуда появляется? Не от того, что коррупционер сидит и просит, да, денег, а когда начинают давать. Вот если бы не давали, не было бы коррупции. Ну, я так хочу сказать, учитель за свой труд уже получил заработную плату. Если ты не можешь обеспечить тот уровень образования ребенку своему на стандартных уроках, без всяких репетиторских услуг, то значит, это говорит о твоем непрофессионализме. Итак, дорогие родители, как говорит Иблод Вакилович, прекратите коррумпировать систему образования, ведь именно непосредственно с нас, мне кажется, начинается с нас, родителей, начинается многое в системе, и мы какие-то составляющие этой большой единой системы, поэтому давайте не останемся в стороне и послушаем эти напутственные слова. А мне хочется, чтобы вы сказали на камеру советы и педагогам, и родителям, и деткам, очень коротко. Ну, уважаемые родители, бабушки, дедушки, дорогие наши ученики, этот год, я надеюсь, принесет нам новые успехи, новые достижения. Я призываю всех учеников активно участвовать в олимпиадном движении. Олимпиадное движение – это ключ к вашей дальнейшей жизни, к вашему профессиональному росту, и это возможность измерить ваш потенциал. Не надо бояться участвовать. Для выпускников этого года, как девятых, так и одиннадцатых классов, я пожелаю этот год посвятить все-таки подготовке государственной итоговой аттестации. Девятиклассникам чуть посложнее, для них появились новые мотивы, появляется формат итогового сочинения, как у одиннадцатиклассников, собеседование по русскому языку для допуска государственной итоговой аттестации. Но при приложении всех усилий наши дети, а они наши лучшие дети, в этом никто не сомневается, покажет очень хорошие результаты уже в летнюю кампанию государственной итоговой аттестации. Спасибо. Спасибо вам огромное за интервью. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин